Не все время хотелось пить, но я не понимал почему. К тому же я чувствовала слабость и усталость. Мама стала переживать и повыла меня к врачу. Кадры из обучающего фильма о детях, страдающих сахарным диабетом, в областной поликлинике открылась своеобразная школа для родителей таких малышей. Проект назвали «Территория ДИ». Задача педагогов – дать максимум информации о болезни и о том, как с ней жить. Мы берем углеводы 40, делим на 100, получаем 0,4. Учат рассчитывать количество хлебных единиц в пище. Минимум медицинских терминов, доступный язык. В группе всего несколько человек, поэтому задать вопрос и получить ответ за час занятий успевают все. На самом деле желающих участвовать в проекте намного больше. Их специально распределяют по группам. Каждая группа, в зависимости от подготовки родителей, будет ориентирована на новичков. Группа ориентирована и группа на тех, которые уже, скажем так, ухаживают за детьми не первый год. То есть у них немножко разные вопросы возникают. В соседней комнате играют дети. Организаторы позаботились, чтобы взрослым не надо было думать, с кем оставить малышей на время занятий. Родители Виктории узнали о диагнозе дочери год назад. Попали на скорой, буквально в реанимацию в третью советскую больницу. И, будем говорить, шоковое то состояние. Я только пришла, будем говорить, информацию полностью получила, практические советы здесь. С тех пор бабушка Виктории за всей информацией обращается именно сюда. Говорит, теперь рада из-за других родителей, которые раньше не знали, что в обществе инвалидов больных диабетом можно получить помощь. И оставались со своей проблемой практически в информационном вакууме. Все вопросы, которые нерешенные, оставались в поликлинике, в больнице или где-то, что-то с детьми. Потому что возникают раздоры, разные мнения у людей. У моей дочечки, у другой бабушки. Вопросов о питании, гигиене, режиме дня ребенка диабетика, конечно, больше всего. Однако много говорят и о том, как ему адаптироваться в обществе. Организаторы раздают памятки для социальных педагогов и рассказывают о праве на домашнее обучение. Правовым вопросам вообще отдельное внимание. Ведь многие родители не пользуются льготами только потому, что не знают о них. Буквально в ноябре были приняты поправки по нашей инициативе в закон 33 Саратовской области. И таким образом родители детей-инвалидов имеют право перемещаться в общественном транспорте не только вместе с ребенком, но и без него. Территория ДИ рассчитана на полгода. Однако организаторы уже сейчас говорят о продолжении. Возможно, рамки проекта даже расширят. И на занятия будут приглашать всех, кому действительно необходима информация о сахарном диабете. Людмила Самарина, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.